Когда мы начали с ним разговаривать, мы сначала говорили о том, что we are not charity, он мне говорит, we are not charity company. Я пыталась ему доказать, что это не благотворительность в чистом виде, это обязанность компании так себя вести на рынке, где есть ваши предприятия, и вы должны что-то возвращать в это общество. И это элемент самосознания. Это, в принципе, честно говоря, почему пиарщик играет важную роль. Имеет он вес в компании или нет? Но, к счастью, за 18 лет, я как бы единственная женщина-директор среди компании LG Electronics в мире, я имею тот вид, что я могу попросить доказать директор и не просто сказать, да, это важно, это важно для репутации компании в этой стране. Поверьте мне, это сложно, это очень сложно. Если вы начинаете пиар, так скажем, с определенного сначала, ну не низшего уровня, да, с определенного эшелона просто, ну скажем, менеджера, то порой достучаться до небожителей для директора компании очень сложно. Но идти этим путем надо, ни в каких цифрах добрые дела не измеряются. Да, есть всегда логотипы, нам идут навстречу все журналы. Нет еще ни одной публикации, где есть звезда, сзади нет логотипов LG. Давайте скажем по-другому. Были бы эти статьи с упоминанием слова LG Electronics, если бы, скажем, если мы не делали проект в образе дональства или волонтеров. Давайте так это повернем. Но будет журнал «Эль» писать много о мобильных, ну много или вообще писать о мобильных телефонах, о телевизорах, или о стархит и так далее. Но не будет, потому что они об этом не пишут. У них другое направление, они пишут о звездах, поэтому я брала звездных послов. Но вышло 2500 статей только об LG и дональство. Вот это можно пересчитать в деньгах. Это десятки миллионов долларов. Вот вы вернулись бы виртуально к моей компании, столько упоминаний о LG, десятки миллионов долларов? Нет, потому что я не могла бы про телефоны написать в журнале «Стархит». Никаким другим образом. Они были готовы писать о добрых делах. Плюс это, естественно, улучшение взаимоотношений со средствами масс-медиа и с их руководством, что в дальнейшем мне дает еще большую возможность все-таки размещать публикации о тех же мобильных телефонах. Плюс, конечно, что касается взаимоотношений с компанией «Дорадо», они улучшились. Они стали совершенно другими, по-другому проводятся переговоры. И это совершенно верно. Взаимоотношения с государством. Но мы прекрасно понимаем, что крупные структуры, все хотят работать с государством. Другое дело, не умеют правильно. А даст ли государству разрешение использовать свои логотипы, использовать свои названия в пресс-релизах? Как быстро государство обычно утверждает пресс-релиз для коммерческой структуры? Нам 10 минут. То есть удалось доказать важность и нужность. Вот, наверное, из этих кирпичиков, я могла бы сказать, что важно для компании LG Electronics донорский проект. И, может быть, поэтому он был и на Украине, и в мире как-то взят как калька. В деньгах не измерим. Наверное, вот эти 18 лет, как я работаю в пиаре и работаю, скажем, в одной корпорации, не меняя каждые 5 лет место работы, может быть, вот оно дало ту репутацию, что многое стало делать гораздо легче. Но это время, это время и терпение. Ничего не поделаешь, это уже работа пиарщика, время и терпение. Я постаралась на Ваши вопросы ответить, я максимально искренне. Какие еще вопросы? Я постаралась, ребят, максимально полно как бы рассказать, да, о проекте. Если есть еще вопросы, я отвечу с удовольствием. Ну, еще раз хотела бы сказать, добрые дела тяжело считать. Да, конечно. А вот у нас появилась идея. Вы представляете, какой объем работы это стоит делать? Да. Был страх, с чего начать? Ужасно. Что это? Ужасно. Какую сторону? Ужасно. Вы знаете, страх был дикий по многим причинам. Вот, скажем, вступает помощник министра, да, сейчас мы с ней сработаем, сейчас она выступает у нас, да, на мероприятиях. А тогда передо мной, в общем-то, сидит как бы государство. Я как компания LG Electronics. Действительно, наверное, в какой-то мере нужна государство, потому что у нас есть крупная фабрика, завода, да, то есть мы можем явиться примером. Но это что значит? Что мне, как одной тайне, нужно убедить, мне нужно убедить господина Кима, вообще начать ему рассказывать о проблематике, в Корее просто такой проблематике нет. Второе. Ну, хорошо, я убедила господина Кима. А дальше мне нужно убедить людей сдать кровь. А вот это совсем непонятно. Пойдут люди на это, смогу я до них донести? Страшно, дико. Дальше. Что мы предприняли в этом отношении? Причем, так скажем, министерство было очень заинтересовано в этом сотрудничестве. Они даже не только нас торопили, давайте подпишем протокол, давайте вот вы будете являться примером крупной компании. А я при себя думаю, вот мы сейчас подпишем протокол и не сдадим. Вот тогда это просто кошмар. Поэтому до подписания протокола в июле мы провели пробный день донора, как у нас это вообще в офисе пойдет. То есть я провела лекцию и так сложилось, что ребята пошли сдавать кровь. И только тогда, через две недели после этого мы подписываем уже официальный протокол, где, собственно, предусматривалось, как я уже говорю, два дня донора всего в год. Всего два. Не так много было нужно. Это мы так развернули, что должны были сейчас пять провести, а провели уже девятнадцать. И продолжаем народ привлекать. То есть это приезжать в вузы и так далее. Это просто наша собственная уже инициатива, которую мы стали приносить в Минздрав. А давайте креативно, а давайте мы возьмем звездных послов, а давайте мы привлечем этих, а мы знаем тех, а давайте мы еще сделаем. И вот это вот, а давайте, 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 и к нам, в общем-то, так расположено Минздрав. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, страшный был, был дико страшный. Ну, а рвачатина надо, естественно, здоровье, да? Да, я считаю, что да. Я считаю, ну, а как я выйду на сотрудников, если еще с главой не будет это дело утверждено? Ведь мы помним, это два дня, все равно два дня отпуска. Если он это не утвердит, как? То есть мы обязаны эти два дня дать, да, начать, начать с руководства, сначала убедить руководство. Можно вопрос? Да. Вот руководство непосредственно само принимало участие? Они очень хотят, дело в том, что он кореец, понимаете? У нас, по нашему закону, это россияне, потому что создается все база доноров, это регистрация, если мы сдаем в Москве, это должна быть не в регистрации в Москве, а в московском, а в так далее. А он иностранец, поэтому он сдать не может, он очень хочет. Ну, просто вот как бы формально мы не можем перенести его кровь в центр хранилища. Кстати, мне просто хотелось бы еще сказать, кровь не сразу идет пациенту, да, мы с вами понимаем, что если говорится, что кому-то нужна такая-то группа крови, это из банка достается эта группа крови, а вы то, что сдаете, она кладется в банк, чтобы проверять ее в течение шести месяцев. А вот представительство, которое в Москве, тут же тоже есть комиссия? А, это, министр Ким, он руководитель БЛЖ по России и странам СНГ, понимаете, да? То есть и Москва, и Рузов, Абрус, и все-все районы, было удобно. Один человек, как бы он зонтиком открывался. Я в продолжении вопроса Литы задам. Я так понимаю, пиар-департамент, он содержит несколько сотрудников? Да, верно, абсолютно верно. Вот они сами задавали кровь? Да, конечно. Вообще у нас в нашем, так скажем, громкой пиар-департаменте, пиар-потряснение, я являюсь директором, и у нас еще три сотрудника. То есть начинала я как бы я одна, пиар у нас появился где-то в районе 98-го года, когда случился кризис, и сначала занималась рекламой, вот, случился первый кризис 98-го года, и журналы уже поняли, что вот так, как раньше, баловая реклама, четвертая полоса, вторая полоса, любые деньги, ноль информации от компании, вы попытаетесь им что-то отправить, вам в ответ ничего. Вот после 98-го года, вот, вообще, ландшафт очень сильно поменялся. Плюс открылся, ну, уже когда кризис прошел, достаточно много еще новых журналов. И вот тогда, в общем-то, и пошла тема продуктового пиара. Поэтому сначала ей начал заниматься я, а уже к началу 2000-х, вот, департамент стал потихонечку расширяться, вот сейчас нас трое сотрудников. Как бы мы покрываем и тему социальной ответственности, и тему, как бы, продуктового пиара всех тех продуктов, которые у нас есть. Вот, собственно, наша структура. Ребята, вам неинтересны вопросы по бюджетированию проекта? Вот как рассчитываете бюджет того или иного проекта в бизнес-структуре? Именно пиар-бюджет. Из бизнес-пиара, вы задавайте вопросы. Ну, конечно, конечно. Ну, не из бизнес-пиара. Какой есть, какой есть? Все вопросы хорошие. Как компания LG проявляет социальную ответственность в других странах? То есть, СНГ, это один регион, Америка, Европа, соответственно, Азия, там совершенно другие. Совершенно другие темы. Вы знаете, когда я в марте ездила, собственно, когда организовался департамент СССР, вот, в частности, я, например, совершенно не знала такой темы, как они ее называли, по-моему, Mineral Issue. Я никак не могла понять, что это такое. Тема очень актуальна в Соединенных Штатах, вплоть до, например, запрета продажи продукции на территории какого-нибудь штата. Если материал, используемый для, условно, мобильного телефона, для телевизора, добыть в стране, где есть военный конфликт, да, где страдает население, и вдруг, не дай бог, этот материал, оболь, золото, добыто там, где идет этот конфликт, и есть информация о том, что страдает население или еще что-то, еще что-то, то такую компанию сначала обязывают большому штрафу, это тоже относится к социальной ответственности. То есть, это ответственность не только за первых поставщиков, а, скажем так, за третьи лица. Вот это очень такой важный вот топик, да, который был поднят, который я, например, совершенно не знала. В Африке страны, ровы, как говорится, и так далее, в этих странах это, скорее всего, помощь и борьба с бедностью. То есть, очень много LG как раз делает, почему наш проект так полюбился, не в области корпоративного волонтерства, а в области именно благотворительности. Продолжение следует...